Это Asus Strix 2.0. Вроде бы точная копия модели Strix Pro, только ее максимально упростили и убрали все ненужное. Давайте смотреть? Сразу начну с того, что изменилось. Провод. Того большого громоздкого пульта нет, теперь здесь маленький пультик с кнопкой включения-выключения микрофона, колесиком регулировки громкости, прищепкой для одежды и микрофоном. Получается, что микрофонов здесь два. Один съемный и второй встроен в пульте. Конечно, звучание этих микрофонов отличается. Большой звучит намного лучше, чем маленький. А маленький... Маленький создан для того, чтобы вам было удобнее. Например, вы валяете с планшетом в наушниках, на диване и тут вам звонят в Skype. Вместо того, чтобы включать микрофон, вы можете просто ответить. Провод заканчивается одним штекером, как раз для того, чтобы наушники можно было подключить к мобильным устройствам и микрофоны работали. Даже есть переходник на старые Nokia, Samsung и Sony Ericsson. А для работы с компьютером есть вот такой переходник. Провода тоненькие, в тканевой оплетке и с эффектом памяти. Но выглядят надежно. Вообще, такое можно сказать и про всю конструкцию. Наушники из толстого пластика и чтобы сломать, такие постараться надо. Чаши поворачиваются, амбушюры мягкие и очень большие. Ухо залазит сюда полностью. И на голове они сидят точно так же, как их предшественницы. Хорошо и удобно. Самое главное, что не давят на скулы и на затылок. Это важно. Ну и дизайн не изменился. Это все те же глаза совы. Как и прошлая модель, эти наушники очень чувствительны к источнику звука. Если вы собираетесь подключать их к обычной аудиокарте, которая встроена в материнку, то в плане звука вы не получите ничего особенного. Для того же Counter-Strike это может быть вполне достаточно, потому что с позиционированием здесь все окей. Все, стук гранаты об стену, стрельба с глушителем за стенкой или топот сверху, все это слышно. Однако в других играх, где звук должен быть более сочным, вам может встроенной аудиохии не хватить. На самом деле даже обычная USB аудиокарта уже меняет звучание. Звук становится более насыщенным и детализированным, как в играх, так и в музыке. Бас становится приятнее, мягче и вообще звучание становится интереснее. Если же подключить такую аудиокарту, как, например, наша Asus U7, то наушники сразу раскрываются и 60-миллиметровым динамиком наконец-то есть где развернуться. Звучание меняется моментально, не нужно быть аудиофилом, чтобы сразу почувствовать, как сухой звук, который был на встроенной аудиокарте, сразу становится мягким, сочным и начинают прослушиваться звуки, которых не было слышно раньше. Это круто. Так что с дискретной аудиокартой эти наушники подходят для прослушивания музыки, для фильмов и уж, конечно, для игр. Итак, получились те же Strix, которые очень чувствительны к источнику звука, однако без якоря в виде пульта управления. И, кстати, без функции шумоподавления микрофона, которая была в прошлой модели. Видимо, решили от нее отказаться, потому что в прошлой модели она работала так себе. Но зато ими теперь намного удобнее пользоваться. На этом все. С вами был интернет-магазин FUA. Меня зовут Макс. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и играйте в игры.